Айх аль-муслимун, о мусульмане. Поговорим на этой хутбе о значении страха перед Аллахом, чтобы это было напоминанием мне в первую очередь, а затем всем нам. Потому что страх перед Аллахом является твердым препятствием перед следованием за своими страстями. И мало что выдерживает такой натиск. Кроме этой преграды. И страх перед Аллахом, он разжигает в твоем сердце огонь богобоязненности, который толкает человека на подчинение Аллаху и совершение благих дел и отдаление от того, что Аллах сделал харамом. Аллах сказал в Мурхане, «И не бойтесь людей, а бойтесь меня». В другом месте Аллах сказал, «И не бойтесь их, не бойтесь мучриков, не бойтесь многобожников, а бойтесь меня, если вы уверовали. Бойтесь Аллаха, страшитесь Его и не бойтесь никого, кроме одного Аллаха». И как сказал Аль-Фудейн, «Тот, кто устрашился своего Господа, тот, кто испугался, побоялся Аллаха, никто ему не навредит». «А кто же боится кого-то, кроме Аллаха, никто не принесет ему пользы, никто его не защитит от Аллаха». И степень страха Аллаха у людей отличается. А степень страха ученых достигает наивысшей точки. Потому что их страх связан с богобоязвенностью, с делами. Их страх связан с познанием Аллаха. Их страх связан с тем, кого они узнали. Цифаты Аллаха, Его прекрасные имена. Они изучают день и ночь, занимаются изучением религии Аллаха. Мудрости Аллаха, они читали про рай, они читали про ад, они читали о мощи Аллаха, и, следовательно, их страх становится сильнее, чем у остальных людей, которые не изучают религию Аллаха. Поэтому Аллах сказал «Иннама яхш Аллаха мин аибадихи л-улема». Воистину, по-настоящему боятся Аллаха из его рабов ученые. И по мере твоего знания, по мере твоего постижения Аллаха, по мере твоего знакомства с Аллахом, будет расти твой страх перед Аллахом. И посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал «Инни ла а'ламакум биллях, ва ашадду кум лягу хашета». Воистину, я больше вас всех знаю Аллаха, и сильнее вас всех боюсь его. Имам Ахмад, рахмаллаху та'аллаху, сказал «Это указывает на то, что чем лучше человек знает Аллаха, тем больше он его боится. Потому что страх – это трепет сердца. Это трепет сердца и содрогание при упоминании наказания Аллаха, его обещаний, его угрозы, наказания Адаму, тех, кто ослушается его. И тот, кто боится, всегда убегает от того, кого он боится. Так уже пришло. Человек, создан таким, он всегда убегает от того, кого он боится, кроме того, кто боится Аллаха. Воистину, тот, кто боится Аллаха, прибегает к Аллаху. Он боится Аллаха и ищет защиты у кого? Только у Аллаха. Потому что никто не защитит тебя от Аллаха. Никто не защитит тебя от Аллаха, кроме его самого. Абу Хавз, рахмаллах Та'ала, сказал, «Аль халфу сираджу фил кальби». Страх – это светильник в твоем сердце, которым ты видишь этот мир, которым ты отличаешь хорошее от плохого, истину от лжи, правильный путь от заблуждения. Халяль от харама. Этим страхом ты отличаешь. И в каждый раз, когда ты боишься кого-то, убегаешь от него. Кроме как в случае, если ты боишься Аллаха. Когда ты боишься Аллаха, воистину, ты стремишься к Нему и ищешь защиту только у Него. Всевышний Аллах, сфан-та'аля, поэтому сказал, «Так устремляйтесь, убегайте к Аллаху. Воистину я, остерегающий вас, я с ярным остережением. Убегайте к Аллаху, сфан-та'аля. Абу Сулейман Ад-Арани, рахмаллах Та'аля, сказал, «Какое бы сердце не покидало страх, это сердце разрушено, развалилось это сердце». Ибраим Ибн Суфьян, рахмаллах Та'аля, сказал, «Когда страх перед Аллахом поселяется в сердце, в его сердце уходит всякая любовь к мирскому. И когда этот страх покидает его сердце, этот человек заблуждается». Абу Хамс, рахмаллах Та'аля, сказал, «Аль-Хауфу Сауту Ллах». Страх – это плеть Аллаха. «Юкавуму бихиша ридина анбаби». Это плеть Аллаха, которым Аллах, сфан-та'аля, выправляет тех, которые пытаются уйти от него, уйти от его двери. Шейх Алислам, Ибн Таимия, рахмаллах Та'аля, сказал, что хвалимый страх – это тот страх, который стоит между тобой и теми харамами, которые Аллах, сфан-та'аля, запретил. Это тот страх, это та преграда, которая стоит между тобой и харамом, которая не дает тебе этого делать. И самым лучшим способом приближения к Аллаху, сфан-та'аля, является страх перед ним. Наиболее приносит пользу для человека. И он фарз каждому мумбину, каждому человеку такой страх фарзом является. Он не будет кушать харам, боится он, боится наказания Аллах, сфан-та'аля. Он не будет лгать, он не будет плясться лживо, как клянуться на рынке. «О, Аллах, я купил за эту цену!» Знает, что он не купил за эту цену. Обманывает покупателей. Он не будет так плясться, потому что знает, что Аллах, сфан-та'аля, его слышит. Он не будет нарушать обещания. Он не будет нарушать договор. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, не будет обманывать в отношениях с людьми. Не будет пытаться даже обмануть других, потому что он боится. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, не будет предательски оставлять своего компаньона в каком-то деле. Не будет пытаться захватить его долю. Нет. Он боится Аллах, сфан-та'аля. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, не будет делать рыбу. Не будет наговаривать на других. Он не будет уподобляться женщинам, одевая одежду, которую одевают женщины. И не будет сбривать свою бороду. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, должен оставлять бороду. Потому что посланник Аллах, сфан-та'аля, не брил бороду. Ни сахабы, ни таби'ин. Никто из них не трогали свою бороду. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, не будет уподобляться так же ни в своей одежде, ни в своих словах, ни в своих поступках кафирам, врагам Аллах, сфан-та'аля, не будет им уподобляться. Тот, кто боится Аллах, сфан-та'аля, не будет пить харам, не будет курить, что сигареты, что кальян. он не будет оставлять в мечети Аллаха делать хиджру от мечети Аллаха вместо того, чтобы привязывать свое сердце к мечетям Аллаха тот, кто боится Аллаха не будет оставлять джамат-намазы тот, кто боится Аллаха не будет проводить свое время в небрежности проводя свое время свадьбы каких-то маулидов проводя свое время посещая зиараты получая тем самым гнев Аллаху высочайшую степень гнева совершая шир тот кто боится Аллах не будет этого делать тот кто боится Аллаху будет прилагать все усилия чтобы подчиняться Ему и использовать всю свою жизнь на подчинение Аллаху и поэтому посланник Аллаха саллиллаху алейкум сказал кто боится Аллаха он не будет откладывать он выступит в путь ночью не будет ждать утра он не будет откладывать подчинение Аллаху он не будет откладывать намазы он не будет откладывать садака он не будет откладывать всякие хорошие деяния нет а тот кто не будет откладывать тот достигнет своего места тот достигнет своего обещанного места в раю И дальше послание Аллаха Салли Аллаху Алиху Ассаляму Сказал Воистину Товар Аллаха дорогой Он дорог в цене Он требует жертв Воистину Товаром Аллаха Является рай Который требует огромных усилий Который требует усилий от тебя Чтоб ты приложил усилия Если ты хочешь рай Ты должен предлагать какие-то усилия Брать причины Поэтому саллифы Ставили выше Страх перед Аллахом В периоды здоровья В периоды благополучия В периоды расцвета сил Они отдавали предпочтение Страху перед Аллахом Чтобы это Не заставляло их Чтобы это благополучие Чтобы эта радость Или какой-то расцвет сил Не заставлял их Забыть Аллах И забыть о том Что мы все Вернемся к нашему Господу Дорогие братья Воистину Ставить выше Страх перед Аллахом Это должно присутствовать В сердце каждого муэмина В сердце каждого муэмина Потому что страх перед Аллахом Защит тебя от фитны Этого мира И всякое сердце Которое нет страха Не годится Негодно ни к чему Аля ваимна Фильджа сатимудла Сказал послание Аллаху Саллилусу Изза салиха Салиха Саллилусу кульду Воистину В теле человека Есть кусок мяса Что это за мясо? Это сердце Сердце человека Когда оно исправлено Когда оно хорошее Праведное Исправляется все тело И когда оно портится Портится все тело Что же кроме страха Дарует стойкость Сердцу муслима В то время Когда настигает тебя Фитн этого мира Что дарует твоему сердцу Стойкость В битве между истиной и ложью Между добром и злом Между правильным путем И заблуждением Между хорошим и плохим Что дарует тебе И передает Дабрат ибн Умар Сказал Бак Аль-Хасан Аль-Басри Однажды Аль-Хасан Аль-Басри Рахмаллаху Та'ала Заплакал И его спросили Что же заставляет Плакать тебя? И он сказал Ахаван я трухани Финнар гадан Валайюбали Я боюсь Что меня бросят Завтрашний день В огонь ада И никому делу не будет до меня Что я останусь там навечно Аль-Хасан Аль-Басри Рахмаллаху Та'ала Поэтому Тот кто боится Аллаха На этом свете Ему будет безопасность В ином свете В Ахирате От Абу Гурейры Передается Что посланник Аллаха Салли Аллаху Алейху Алейху Ассалям Передал Слова Аллаха Суфанам Та'ала Я не соберу в одном человеке Два страха И две безопасности Если мой раб боится меня на этом свете Я дарую ему безопасность В судный день А если же он чувствует безопасность На этом свете От моего наказания Осушается меня Не выполняет мои приказы И чувствует Что никогда до него Не дойдет рука Аллаха Суфанам Та'ала Наказание Аллаха Я его накажу В Ахирате Упаси нас Аллах Наказание Аллаха Суфанам Та'ала Дорогие братья Первое поколение мусульман Сахаба Ради Аллаху Анхум Которая Впервые Получила Кур'ан Они жили Как будто Видели ад Они жили Как будто Жили рядом с этим адом Поэтому Ты видишь Насколько они Боялись И трепетали При упоминании Ада Язид Ибн Хавша Рахмал Аллаху Та'ала Рассказывает Я не видел людей Которые бы Боялись Аллаха Больше чем Аль Хасан Аль Басри И Умар Ибн Абдул Азиз Не видел людей Которые больше Боялись Аллаха Каэнн Нара Лам Тухляв Илля Лахума Он сказал Как будто Джаханна Был сотворен Только для этих двоих людей Как будто Только для них Был сотворен Джаханна Они считали Что будут Закинуты в этот ад За свои грехи И лишь за свою Неистинность поклонения Аллаху И они заслужили Такую хвалу И это хвала для них Дорогие братья Каждому из нас Нужно бояться Аллаху И прибегать К Аллаху От того Чтобы Наше сердце Постигло Такая вещь Как бесстрашие Перед Аллахом Посланник Аллаха Салли Аллаху Сказал Если бы Муэмин Знал Какие наказания Приготовлены в аду Он бы Отчаялся Попасть в рай И описывая ад Посланник Аллаху Салли Аллаху Сказал Нар дунья Огонь этого мира Это одна Семьдесятая часть Огня Ахирата Упаси нас Аллах От огня Ахирата Поэтому Наши праведные Предшественники Ради Аллаху Да будет ли Именно Аллах Доволен Когда видели Огонь На этом свете Содрогались И боялись И менялось Их Лицо Абдулла Ибн Масхуд Ради Аллаху Однажды проходил Мимо Кузнецов Которые Раздували Огонь И он упал Без сознания В обморок Упал От страха Перед Аллахом Когда увидел Этот огонь Умар Ибн Масхуд Ради Аллаху Ради Аллаху Ради Аллаху Аль Ахна Ради Аллаху Приходил Ночью К светильнику К лампе И протягивал Свой палец К этому огню И говорил Хисса Хисса Почувствуй Почувствуй И затем говорил Я ханив Ма хамалата Аля ма сана Та ял маказа Ваказа Что толкнуло тебя Сам себе обращаясь Говорил Что толкнуло тебя В тот день совершить Такой-то поступок Что толкнуло тебя Вот почувствуй огонь Это тот огонь Который Семьдесят раз слабее Огня Джаханнама Упаси нас Аллах От огня Ада И в хадисе От посланника Аллаха Салям Говорится Хасибу анфусакум Кабля анту хасабу Отчитывайте себя Прежде чем Вас будут отчитывать Судный день Возину амалакум Кабля антузаналакум Алейкум И взвешивайте Свои деяния Взвешивайте Свои деяния Пока Не начнут их взвешивать Судный день И воистину Судный день Это великий день Это день Великого ужаса В который Содрунется Каждое сердце И Аллах Суханна Тааля Поклялся Что непременно Этот день наступит Говорит Аллах Воистину Наказание Твоего Господа Уже состоялось Уже состоялось Непременно Оно состоится Нет того Кто отвернет Это наказание Нет того Кто защит Грешника Кабира Мунафика Мучрика От такого наказания Так что же Мы приготовили Для этого дня Что мы сделали Для этого дня Садимся ли мы Каждый день И отчитываем ли мы Сами себя Когда мы Последний раз Отчитывали себя Каемся ли мы Аллах Суханна Тааля Относительно Тех дел Тех грехов Которые совершили Весь мир Словно Опьяненный Словно Опьяненный Играет Танцует Поет Гуляет Суханна Аллах Как будто Никто из них Не умрет Как будто Нет судного дня Как будто Нет ада И нет рая Аллах Суханна Тааля Сказал Не думают ли они Что будут воскрешены Говорит Аллах Не думают ли они Что будут воскрешены Для судного Для великого дня В тот день Восстанут все люди Для своего Господа В тот день Восстанут все люди Для Господа миров Аль-Хасан Аль-Басри Рахмаллах Тааля Сказал Воистину Настоящий мумин Ты его видишь Всегда Порицающим себя Что ты хотел Этим словом Или что я хотел Этим словом Вот так он Отчитывает себя Постоянно Настоящий мумин А фаджер Нечистилиц Идет по своей жизни Как шел И нисколько не задумывается О том Что он делает Нисколько не отчитывает себя И поэтому Каждый человек Должен оставаться Один на один С самим собой Оставаться наедине С Аллаху Субхану Подумать о том Что он сделал В своей жизни Хорошего Что он сделал Для ислама Сколько поклонений Преподнес Аллах Субхану Хорошего Из всего этого поклонения Сколько поклонений Было сделано Ради Аллаха Субхану Сколько поклонений Ты сделал Оставишься один на один С Аллаха Ночью Дома Или где-то еще Никто тебя не видит Сколько поклонений Ты сделал Ведь это поклонение Наиболее чистое поклонение И наиболее искреннее поклонение И больше шансов Что Аллах Примет именно это поклонение Которое чисто От всякой показухи Дорогие братья Воистину Первое поколение мусульман Сахаба Таби'ины Ради Аллаха Жили с этим Гураном Действовали По этому Гурану И они жили Как будто видели охран Как будто они слышали Звук Ада Как этот ад Сжигает Обитателей ада Их сердца переворачивались От салах Перед Аллахом Субхану Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейкум Сказал Я Вижу то Что вы не видите Я вижу то Что вы не видите И слышу то Что вы не слышите Ат-та-ти-сама Дрожат небеса Сказал Посланник Аллахом От тяжести Дрожат небеса И они заслуживают Того Чтобы дрожать Нет именной Участи Дрожат небеса От того Что она полна Ангелов Нет места Размером Стопу человека Нет такого Пустого места В котором не было бы Ангела Который Суджуди Положил свой лоб Суджуди Аллаху Субхану И дальше Посланник Аллаху Салли Аллаху Алейкум Смеялись И плакали бы Много И вы бы Не наслаждались бы Своими Женами В постели И вы вышли бы Все бы Выходили бы На улице Взывая От страха Перед Аллаху Все бы Выходили бы На улице Молили бы Аллах О прощении Молили бы Аллах О защите От огня Ада ВаллАхи Сказал Посланник Аллаху Салли Аллаху Алейкум И у Аллахи Это говорит Кто Посланник Аллах Которому Прощены Все прошлые И будущие Грехи Посланник Аллах Которому Обещан Рай Аль Василе Высшая степень Рая Он от страха Перед Аллахом Субханава Тааля говорит, я желал бы, я желал бы, чтобы я был деревом или кустальником, который был вырван и брошен без отчета, без спроса за то, что он делал. И это говорит посланник Аллаха, а что же по отношению к нам? Этот хадис привел имам Аль-Бухари. В другом ревояте говорится, мне был представлен рай и ад. И я не видел столько блага и столько беды, сколько я видел в этот день, когда мне был показан ад и рай. И тот день, когда посланник Аллаха, делал им такое наставление, было наиболее тяжелым днем для сахаба. Настолько тяжелым, что они покрыли свои головы, опустили свои головы и плакали. плакали, еле сдерживая себя. И Амар и Абхаттар рады Аллаху Ахану стал и сказал Мы довольны Аллахом как Господом. Довольны им. Нам достаточно Его. Нам не нужно больше никому поклоняться. Нам достаточно Аллаха как Господа, чтобы только одному к Нему взывать. Только на одного Его уповать. Только одного Его любить. нам достаточно Аллаха как Господа. Как покровителя, который дарует нам победу. Нам достаточно Аллаха и нам достаточно Мухаммада как пророка. Достаточно Его, чтобы только Ему подражать. Его любить. Высшей степенью любви. Высшей. Больше, чем самого себя. Нам достаточно пророка Мухаммада. Достаточно Его прекрасных нравов. Достаточно Его доброты. Достаточно Его милосердия. Достаточно Его заботы. Достаточно Его преданности, чтобы подражать Ему. И нам достаточно Ислама как религии Достаточно его Мы не нуждаемся в каких-либо нововведениях Нам достаточно Кур'ана Который нам Аллах не послал Достаточно Суны посланника Аллах Мы не нуждаемся в иных религиях Не нуждаемся Наша религия полная Я сегодня завершил для вас Вашу религию Нам достаточно этой религии И насколько удивительно Когда мы видим людей Которые уповают На доброту Аллаха На милость Аллаха И в то же время проявляют небрежность По отношению к его приказам Ты видишь как он не делает намаз И опирается на милость Аллаха Ты видишь как он Пьет спиртное, курит И надеется еще на милость Аллаха Чтобы получить эту милость Ты должен приложить усилия Да, Аллах Ар-Рахим Милостивый Однако кому он Ар-Рахим? Тем, кто подчиняется ему Подчиняйся Аллаху Остерегайся Харама И только тогда уповай на его милость Потому что упование На милость Без того, чтобы брать причины Это глупость Величайшая глупость Упаси нас Аллах От того, чтобы быть В числе таких глупых людей И один поэт Сказал Он тот, который чувствует Безопасность от наказания Аллаха И в то же время Совершает плохие деяния Тебе что? Пришла какая-то расписка? Какая-то бумага тебе пришла В которой говорится Что ты не побудешь в ад? Джаматашей айни амнан Ваттибаа хава Хаза ва ихдахума Фильма и туглику И он говорит Обращаясь к парица этого человека Ты собрал себе Два качества Безопасность Чувство безопасности От наказания Аллаха И следует за своими страстями В то время Когда одного даже качества Достаточно ему Чтобы это погубило его И мухсины Праведники Идут по пути страха Перед Аллахом Тому пути По которому ты Не следуешь И дальше он говорит Ты делаешь упущение Во время посева Этот мир В котором мы живем Это время посева Это место посева Плоды будут в охрате И он обращаясь к нему Говорит Ты делаешь упущение В это время Не сеешь То что тебе принесет Пользы В то время Когда все люди Которые боятся Аллаха Сеют И он говорит И наиболее удивительно То что ты Проявляешь аскетизм Отказываешься От вечных благ Ахирата Предпочитая Приходящие блага Этого мира Которые ты оставишь Насколько это глупо И в Аллахе Это положение Многих людей Сегодня Они не хотят Не следовать За религией Аллах И не хотят Поминания Аллах И когда им Делаешь напоминание Об Аде Они говорят Оставь Не напоминай это Не вводи нас В отчаяние И в Аллахе Это очень удивительно Когда человек Не действует Для своего Ахирата Как будто У него есть Бумага По которой Он зайдет Сразу в рай Дорогие братья Аллахасан Албасри Рахмал Аллаху Та'ана Сказал Он сказал До вас Прошел народ Имею ввиду Сахаба Ради Аллаху Аджмай До вас был народ Который Если бы он Отдал на пути Аллаха Столько Золота Сколько Камней То он Не чувствовал бы Безопасности От бед Того судного дня И некоторые Салифы От сильного страха Перед Аллахом Субхану И от того Что Много думали Об Ахирате Не могли спать Не могли есть Не могли смеяться Тем более Играться Потому что Не знали Он спасся В Ахирате Или нет Они не знали И мы не знаем Шаддар Ибн Аус Ради Аллаху Когда ложился спать Начинал переворачиваться В постели Не может уснуть И затем говорил Аллах Инна нара Азхабат миннин нау Я Аллах Огонь ада Прогнал мой сон И вставал И делал Тахаджуд Намаз Пока не наступало утро Муазб Муазб Ибн Аджабаль Ради Аллаху Когда к нему приходила смерть Когда к нему пришла смерть Начал плакать И ему сказали Ты тоже плачешь Ты тоже плачешь Муазб Ты тоже плачешь Ты Сахиб Сподвижник посланника Аллах Салли Аллаху Который столько-то Помог посланника Аллаху Столько-то сделал Для ислама Ты тоже плачешь И что он ответил Я плачу не потому Что печалюсь О той смерти Которая пришла ко мне И не печальюсь И плачу не от того Что я оставляю этот мир Однако эти две пригоршни Две пригоршни Которые Аллах Салли Аллаху Взял И сказал Что одна пригоршня Будет в раю И одна пригоршня Будет в аду И я не знаю Говорил он Какой из этих пригоршней Я в раю буду Или в аду И это сахаба В котором был обещан рай По поводу которых Не спаслался Куран Которых хвалил Аллах Сахаба Они не чувствовали Безопасности От ада И плач От страха перед Аллахом Субхану Тааля Это качество Знающих Абдуллах Ибн Амр Ибн Аз Ради Аллаху Сказал Для меня Более любимее Прослезиться одной слезой От страха перед Аллахом Чем пожертвовать Сто тысяч Дирхамов Это более любимее Для меня И посланник Аллаху Салям Аллаху Сказал Огонь ада Стал харамом Тому Тому глазу Который От страха перед Аллахом Плакал Или же Слезился В другом месте Посланник Аллаху Салям Сказал Не войдет в ад Тот мужчина Который плакал От страха перед Аллахом Не войдет в ад До тех пор Пока молоко Не вернется В имя И Аллах Субханна Описывает Положение Праведников Описывает Положение Тех Кем он доволен И показывает Правильный Иман Человека Аллах Описывая Их Сказал Воистину Они торопились Они соревновались Друг с другом Соревновались Друг с другом Совершение Хороших дел Кто больше Пожертвует На пути Аллаха Кто больше Прочтет Туран Кто больше Добра Принесет Мусульманам Кто больше Пользы Принесет Религия Аллаха Соревновались Друг с другом И они Взывали к нам Говорит Аллах Рагаба Надеясь На нашу награду Эта надежда Тоже должна В нашем сердце Присутствовать Надеясь На рай Аллах Их также боясь Наказания Аллах И дальше Аллах сказал И они Боялись Нас Вот основной Критерий Моэмина Вот основное Качество Моэмина Основное Его описание Страх Перед Аллахом Дорогие Братья Наши Праведные Предшественники Не думайте Что они Боялись Аллах От того Что они Много Грешили От того Что они Осушались Аллах Нет же Они боялись Что Аллах Не примет Их Хорошее Деяние Они Боялись Показухи Они Боялись Того Что Аллах Отвергнет И когда Аиша Спросила Посланника Аллаха О слове Аллаха Где Аллах Сказал И те Которые Отдают То Что Им Было Дано Те Которые Жертвуют На пути Аллаха И Их Сердца В Трепете Трепещет Их Сердце От Срака Перед Аллах Что Они Будут Возвращены К Аллах К Своему Господу И Аиша Спросила Это Тот Человек Это Тот Ли Который Совершает Зина Тот Ли Который Пьет Спиртное И Нет Сказал Посланник Аллах Нет 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 Это Тот Человек Который Делает Намаз Который Молится Постится Делает Садака Однако Боится Что Это Не Будет Принято У Него Аль-Хасан Аль-Басри Рахмаллах Та'али Сказал Амили Валлахи Битта'ати Вачтахаду Фиха Валлахи Они Совершали Благие Деяния И Усердствовали В этом Вахафа Антарудда Алейхи Они Бояли Что Это Будет Возвращено Им Не Принято У них И Настоящий Мухмин Собирает Своем Сердце Ихсан Искреннее Поклонение Аллах Собирает Своем Сердце Плохое Неискриннее Поклонение Аллах Субхану Та'аля И чувство Безопасности Что наказание Аллах Субхану Та'аля Постигнет Его Дорогие Братья Кто из нас Готов Идти Навстречу Аллах Субхану Та'аля Оставить Эту погоню За мирскими Сказать Хватит Самому Себе Сказать Хватит Сколько Можно Жить Для себя Сколько Можно Жить Кто может прийти и сказать Прийти к имаму И сказать Вот все что у меня есть Вот я сам Какую пользу я могу принести Исламу Какую пользу я могу принести Давату Призыву к Аллаху Субхану Субхану Я хочу это пожертвовать На пути Аллаху Субхану Куда это вложить Какие проекты есть Что сделать для Ахирата Ведь это то что останется с нами в Ахирате Кто может встать из нас И сделать ночью Хотя бы два рака Ата Тахаджур Холодной ночью Когда все спят И никто тебя Кроме Аллаха Субхану Не видит Кто готов бросить Пить И курить Ради Аллаха Субхану Только лишь потому Что он Аллах Субхану Запретил ему это Не совмещается В одном сердце Страх И ослушание Аллаха Субхану И я прошу Аллаха Субхану Субхану Чтобы он нас сделал Похожими На наших праведных Предшественников Не только своими словами Но и делами Поступками Страхом перед Аллахом Надеждой На его милость И любовью К посланнику Аллаха Саллиллаху Алихи Ассалям Аллаху Аллаху Айз Айз